Что представляет собой сенситивный бред отношений или сенситивная паранойя? Сенситивная паранойя – это особое расстройство, которое проявляется в виде того, что обидчивость, ранимость, плаксивость, то есть слабость личности одновременно сочетается с тем, что все, кто делает ему замечания, или поучают, или кто-то не согласен с ним, они попадают в черный список его врагов. Но он на это реагирует как? Затаив злобу, плачет, переживает, пишет жалобы, то есть это склоны к вирулянству. Это люди, которые что? Судятся постоянно, это люди, которые ноют, жалуются, что они жертва, что они практически попали в какую-то ситуацию, где над ними издеваются, используют и так далее. И когда кто-то пробует с ними улучшить отношения, они это расценивают как именно что? Обман. То есть они не идут на улучшение отношений, на ликвидацию конфликта. Вот эта вот их убежденность, она практически остается надолго или навсегда, и она тоже коррекции не поддается. Только реакции не более такие вот стыничные, не в виде конфликтов, гнева, агрессии, а в виде именно что? Плача, слабости, жалоб, унижения, ощущения себя жертвой. Вот это те люди, которые жалуются на ЖЭК, на соседей, вот жалуются на начальство, на жизнь. Вот все время вот эти вот, постоянно я говорю, что суды, жалобы, письма во все инстанции. И это продолжается опять же всю жизнь. И если там в милицию написали жалобу, участковый потом приходит к соседям, говорит, вот у меня пачка писем, будьте добры, напишите коллективное письмо, что этот человек просто все время конфликтует, чтобы мы могли отписаться на верхней инстанции, почему не оставляем, не отвечаем на каждый запрос. Вот, она пишет дальше, в суд, Верховный суд. Кому еще можно писать? Президенту, европейские суды пишут. Не останавливается на достигнутом. Не останавливается. Они пишут на участкового. Почему участковый? Не уделяйте ей столько внимания. И вот, когда собираются вот эти десятки, сотни писем, ну, у работников образования, правоохранительных органов, общественных организаций судов, может, знаете, как иногда, мы от медицины иногда бываем далеки, может затаиться или зародиться мысль, а может человек все-таки не в себе, может это болезнь. Вот, почему одни находят, как выйти из ситуации, третий улаживает сами, а вот эта категория, все время со всеми воюет, со всеми недовольны и все время пишет жалобы. То есть, это особенность, которая является паранойей. Что можно сказать об инфлятивной паранойе? Инфлятивная паранойя – это особое расстройство, которое, в общем-то, достаточно серьезно отличается от того, о чем мы говорили. Дело в том, что внутри этой личности как бы проявляются две субстанции, как бы двоя. То есть, это в виде интереса, увлечений, отсюда темперамент и эмоции. И вторая, как бы, вот личность, которая отличается тоже другими интересами и увлечениями. То есть, раздвоенность внутри, которая проявляется на их эмоции, поведении, увлечений. То одна доминирует, и он как бы вот как оборотень, да, вот один. То он вдруг что, к этому охладел, и вдруг увлекается чем-то другим. Но тоже увлекается. И вот эта вот переменчивость иногда не контролируется человеком просто, в силу того, что уже исчерпал ресурс, или надоело, или что-то остыло. Вдруг у него одержимость переходит в первую часть личности. Но это не шизофрения в том понимании, как мы говорим, шизофрения, то есть расщепление. Здесь нет нелепостей, как таковых. Здесь нет тех, ну, симптомов, которые бывают при шизофрении на уровне истинной галлюцинации. Вот. А здесь идеи тоже сверценные, или идеи, допустим, фантазирования, или фанатичный человек. То есть он фанатичен, увлечен чем-то настолько, что все остальное утрачивает на интерес. А потом переключается на другое. То есть если что-то делай, то делай лучше других, и все это увлекает. Потом все, раз, и переключился обратно. То есть вот это вот для родных и близких иногда необъяснимо непонятно, и сам человек тоже не может объяснить, почему это происходит. Ну, как в тумблер, щелк, и он стал другим человеком. Вот. Но это не приводит к тому, что, как бывает при шизофрении, распад, а потом деменция. То есть это вот такая вот особая паранойя. Просто если сравнивать, например, с раздвоением личности, это такое легкое течение. Да, я говорю, без наличия синдрома Кандинского-Клеромбо, без этих галлюцинаций, без элементов, что им кто-то управляет извне, это его идея, это его увлеченность, это его фанатизм, то есть это его мысли, планы, которые он реализует. А потом вдруг раз, и другие идеи, другие мысли, вот, и он вдруг увлечен. А к этому как-то, да потом, да как-то им неинтересно уже. Вот. Нелепости нет, нет тех признаков, которые бывают при шизофрении на уровне апатии, абулии, потери энергетического потенциала, то, что является очень важным при шизофрении. То есть люди становятся равнодушны к близким, теряют интерес эмоциональный, энергия уходит. И что снижается, как бы вот, радость жизни. Вот это все, мы говорим, при паранойи отсутствует. Есть другое, одержимость, эмоциональность, энергия, злоба, упрямство. Вот это все, вот, а потом раз, и вдруг другие интересы, другие увлечения. Редкими видами параноидного расстройства личности считается бред совести и бред борьбы. Что это за виды? Бред совести это состояние, которое является не чрезмерной требовательностью к себе. Это именно, если мы говорим о бреде, то это болезненное мировоззрение, восприятие, то есть болезненный ход мысли, который не поддается переубеждению. То есть это люди, которые убеждены в том, что они неправильно поступают, неправильно живут. Они убеждены, переубедить невозможно. Но опять же, как в фильме «Большая перемена». Ты хороший, нет, я жмот, я плохой. То есть человек убежден, что он плохой. И вот там герой фильма хотел доказать другому, что тот хороший. И они разыграли, что один тонет, а этот вынужден был спасти, вот доказать все, что ты хороший. Ну, он хороший, да. И он как бы в фильме стал вот потом. А так маска, что он жмот, вредный, желчный. Здесь же любая попытка доказать, что ты хороший, что ты поступаешь правильно, живешь, в общем-то, в гармонии с семьей, с обществом. Нет, это душа болит, я не прав, я не то дело. Это самоунчижение, саморазрушение. Это все время угрызение совести. Это все время что? Осознание своей вины. То есть они мучают себя. Это мученики на этом свете. Что бы он ни сделал, он потом что? Себя клеймит и ругает. Похвалить его. Или там сказать, что это ерунда, это не из-за тебя. Нет, я знаю, это бред. А вот паранойя борьбы, ну это мы с вами встречаемся. Это что? Это революционеры, профессиональные революционеры. Это люди, одержимые идеей реформаторства. Ну, во всех странах, где мы слышим, да, идет резкий изменение социального строя. Значит, что впереди этих колонн стоят люди, которые одержимы. И в это время они настолько энергичны. Вы посмотрите, а у них же глаза блестят. Мы иногда думаем, не принимает ли он какой-то стимулирующий препарат. Вместе с кофе или чаем. Потому что это люди станичные. Они практически работают без выходных, не высыпаясь. И в течение дня, недели, месяцев, даже месяцев, они проявляют особое упорство в достижении своей цели наперекор многим, в общем-то, социальным, там, каким-то политическим или другим предпосылкам. То есть это люди-борцы, это люди-революционеры, это люди, которые одержимы своей идеей. И все, кто идет с ними не в ногу, это, значит, враги. Вот это вот выражение. Кто не с нами, тот против нас. Вот в данном случае. Это личности воинствующие, это личности сутяжные, квирулянтные. То есть это суды, это революции, это жалобы, это борьба. Это борьба за то, чтобы что-то поменять и изменить. Вот это вот то, что мы называем с вами паранойя борьбы. Ну, их время приходит, как время Кубинской революции. Мы знаем знаменитый воспетый Че Гевара, уже назову его, потому что у многих до сих пор на беретах, на футболках. Его портрет это символ бунтарей, это те, которые вот всегда должны быть в борьбе. И он потом уже стал министром в правительстве Фидели Кастро. Его-то не устроило, он уехал в Бавильеве делать революцию всемирную. В итоге что привело его к чему? К смерти. Поэтому вот эта паранойя борьбы, она не насытна, она его поглощает. И мы знаем эти законы революции. Революция пожирает своих, значит, своих создателей. Вот дети пожирают руками революции. И в итоге они являются жертвами иногда своих идей, своей борьбы. Это психическое расстройство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова